Ну что ж, ребят, всем привет! Сегодня суббота, релиз EZ350 Trueform'ов И в скором времени будут двигать в центр Я поснимаю для вас, снимем обзор на 350 Посмотрим, что еще в магазинах сидит А также сегодня мой знакомый открывает еще один магазин в Лондоне Он называется Proxy В общем, пойдем на открытие, посмотрим, что там будет Я на маленькую камеру постараюсь вам все поснимать Поговорим с ребятами Ну что ж, день обещает быть интересным Я надеюсь, не начнется на улице дождь И не будет так много ветра Я сейчас смотрю по деревьям, ветра вроде нету Но я надел небольшую марлю на маленькую камеру Чтобы вам так сильно не задувал ветер Потому что когда я монтировал прошлый видос Мне это самому не сильно понравилось Все, ребят, двигаем на метро в центр Идем в селфриджи, забираем пруфомы Поснимаем чуть-чуть И идем на открытие магаза Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забрали, короче, пять пар кроссовок Я себе взял колдволы Черные, форсы, единички Вот, теперь идем еще центровее Проверим все магазины Adidas Где могут быть еще изики Потому что сегодня что-то на них пока цены растут И пока они растут, можно их быстро сливать на стоке Вот, двигаем дальше Сейчас вы увидели, короче, сколько китайцев стоит Сейчас вы увидели, какое количество китайцев стоит У них у всех, бля, по 10 пакетов Это просто жесть на самом деле Сейчас мы идем в другой магазин проверять Есть там что-то еще Но почти везде все sold out Короче, один магазин в Лонне вообще закрыли Из-за того, что люди так сильно толпились Короче, толкались около магаза Просто магаз закрыли, но там все равно стоит человек 80 очередей Это смешно на самом деле И, короче, непонятно, что происходит с изиками Все мертвые релизы, мертвые релизы А сейчас такой бум на них снова Слили, короче, две пары в SockX Изиков 350-х Trueform И также хотели еще слить скелетон Air Force 1 Но у нас их просто не приняли Это была новая пара Но их просто не захотели брать Из-за того, что там какой-то Типа там пыль была на подошве Они попытались ее отмыть Но она отмылась, но они все равно не взяли Короче, очень странно Сейчас мы идем на открытие магазина По дороге, может, зайдем в Supreme Palace Посмотрим, что будет там Сходили в магазин Так, у них сегодня не самое официальное открытие, которое только может быть Там особо ничего не было Я вам показал коржок, которые там сидели Но магазин будет очень интересно работать Он будет работать как прокси Я думаю, на неделе я схожу туда еще раз Я сниму вам подробный обзор этого магазина Расскажу, как все работает И я думаю, это будет интересно А сейчас мы пришли в Апиано кушать А вот так в Англии очень часто перекрывают дороги Из-за всяких протестов Этот вообще непонятно для чего И из-за чего На прошлых выходных был посвящен феминизму В общем, вот такой прикол есть в Лондоне Но это не очень классно, на самом деле Прям меня есть Ну что ж, ребята, я пригнал домой День выдался тяжелым Потому что, блин, мы задолбались таскать просто все пакеты с кроссовками На самом деле с True Form'ами очень странно получилось Но Изи, на самом деле, сделали очень умный ход Потому что они поняли то, что уже никто не покупает Изики Они уже никому не нужны И они решили просто попробовать Выпустить какую-то расцветку в Европе Какую-то расцветку в Америке Какую-то расцветку в Азии И у них это получилось Hyper Space'ы стоят дорого True Form'ы стоят тоже дорого Они все хорошо перепродаются Я в первый раз, наверное, за последний год Видел то, что у магазина Adidas стояло больше 100 человек И все реально хотели купить True Form'ы И причем сразу все продавалось Это очень странно Я, на самом деле, очень сильно удивился Но я честно не думаю, что Adidas и Изи сделают какой-то большой камбэк в 2019 году Я думаю, что Nike просто их перепрыгнет И Nike пойдет своей дорогой А Adidas останется на таком же уровне Напишите, что вы думаете по этому поводу Изис for everyone Или вам больше нравилось, когда изики были все-таки лимитированными И на них можно было заработать И это было просто прикольно Когда ты ночь кроссовки И их просто ни у кого не было И все их очень сильно хотели И все смотрели на тебя Блин, какие же у него крутые кроссовки Я тоже себе такие хочу Но ты их не мог себе купить Потому что они очень дорого стоили А сейчас реально, когда ты выходишь на улицу Ты смотришь И на каждом третьем человеке Ты видишь 350-е, 700-е, 500-е И это, на самом деле, очень странно Но это прикольно, потому что Adidas продало очень много пар Но, честно, это не по мне Я больше люблю лимитированные кроссовки Которые ты просто не увидишь каждый день А так, ребят, я надеюсь, вам понравился этот ролик Если да, то поддержите его пальцем вверх Также, если вы новенький Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Чтобы вам приходили нотификации Обо всех новых роликах А так, с вами был Ярик и Харц До новых встреч Пока